И следующий подтренд, касающийся пуховиков, то есть первый у нас был функциональный минимализм, второй это альпийская романтика и третий у нас связывают с гламуром, то есть с использованием более ярких, более насыщенных оттенков, чем у нас было в предыдущих двух трендах. С использованием каких-то логотипов, в целом логомания, лягучи, то что мы видим в верхнем правом углу, это собственно тоже относится к этому тренду. То есть пуховик, который становится у нас элементом едва ли не коктейльно-вечернего образа, нарядный пуховик, пуховик роскошный. Это моя самая нелюбимая категория, поэтому мы ее сильно развивать не будем, а сразу же переключимся на следующий тренд, касающийся верхней одежды. Это вслед за Зверевым, который когда-то сформулировал, я не могу выбросить из головы эту ассоциацию, чтобы от Чебурашкиной жопы. То есть это искусственный мех. Часто, когда только начинались вот эти эксперименты с искусственным мехом, довольно много мы видели примеров, когда у нас искусственный мех пытался косить под натуральный мех, имитируя текстуры разных меха разных животных. Но сейчас мы уже пришли к тому, собственно, пониманию искусственного меха, когда это уже сама по себе отдельная текстура и по цвету, по окрашиванию она может не иметь каких-то прямых конкретных ассоциаций с мехом натуральным. И это, собственно, самый правильный, как мне кажется, философской точки зрения, подход к использованию искусственного меха. То есть если что-то уже явно искусственное и сделать его имитацией натурального не получается, да и смысла нет имитировать то, от чего, собственно, в потреблении люди пытаются отказаться. Мы переходим на более яркий, более эпатажный, более экстравагантный дизайн. И искусственный мех сейчас можно встретить в огромном разнообразии, в разных текстурах и в зависимости от текстуры цветового решения у нас получаются разные стилевые подходы. Это может быть роскошь типа Versace с розовой подкладкой в леопардовую текстуру, розовым костюмом, то, что мы видим на левой фотографии. Либо элегантный стиль Максмора из материала, который, с одной стороны, немного напоминает каракульчур, но при этом это явно ткань, то есть это явно не мех. И оно не пытается имитировать какую-то шубу, а это вот пальто в такой текстурированный махеровый материал. И в вот этих вот искусственных видах меха условно можно выделить первое направление. Это не очень длинный, но очень густой мех, имитирующий стриженую овчину. Как правило, это все в рамках тренда, который поддерживает у нас оттенки сепи, оттенки желтоватого, оттенки коричневатого, то есть естественные природные оттенки, которым мы очень много внимания уделили в осеннем нашем курсе. Но зимой, собственно, он в виде такого меха, то есть там мы про оттенки говорили, а зимой вот эти оттенки у нас находят воплощение в виде такого искусственного меха. Это действительно довольно практично и довольно тепло. Плюс такой мех из всех искусственных вариантов, наверное, наиболее долговечный. Он долго сохраняет блеск, он, собственно, обладает блеском, характерным для натурального меха. Вторая подкатегория – это мех ярких неестественных оттенков. Это такой диско-тренд. Часто это перекличка с 80-ми, поэтому обычно это такие объемные монументальные шубы, которые сами по себе создают форму, сами по себе создают силуэт. И относительно к телу все идет довольно небрежно. Ну и третья категория у нас связана с тенденцией на имитацию натурального меха. И на использование искусственного меха в виде дубленок. Про дубленки чуть позже у нас еще отдельно будет несколько слов. Вот, собственно, примеры чебурашкиного меха в виде пальто макси длины. И в целом это наиболее трендовая подача, наиболее трендовый вид пальто, которое в абсолютно всех подборках, абсолютно всех источниках отмечается, как, собственно, мастхэв на эту зиму. Это верхняя одежда макси длины. Причем это может быть... Ну, я начал с шубы, но все обзоры начинаются в первую очередь у нас с пальто. Про пальто мы говорили довольно много, когда речь шла у нас об осени. Про зимнее пальто тоже еще несколько слов чуть позже будет. Но здесь вот в зиме в первую очередь хотелось выделить шубы такой макси длины. И это действительно такой универсальный элемент, который легко вписывается в casual, легко укладывается в идею кукольной одежды. На предыдущих занятиях я неоднократно рассказывал о вот этом контрасте, когда у нас что-то непропорционально крупное в дизайне контрастирует с более хрупкой девушкой, которая находится внутри. И это создает такой эффект куклы Барби. Это выглядит как одежда для куклы Барби. И вот собственно в бежевом цвете, в сером цвете это наверное наиболее носибельное воплощение этого тренда. Другие более яркие оттенки имеет смысл выделять в том случае, если у вас это не первый, не единственный предмет верхней одежды. Вот такой вот более элегантный вариант. Это опять же у нас Max Mara. Max Mara все вот эти вот тренды по верхней одежде отработала просто на ура. И в том числе вот этот вот искусственный мех. Мы видим, что это сделано в форме довольно свободного такого халата, без застежек, но на поясе. И капюшон у нас сделан как шалевый воротник, который может по-разному также у нас вкладываться на плечи, либо накидываться на голову. В общем такой универсальный комфортный предмет, который объемен настолько в силу своей Maxi-длины, что вы не то что носите как будто какую-то одежду, вы как будто носите с собой небольшую комнатку, небольшое пространство. И вот собственно это единственное, что у нас осталось от сильного периода Oversize, который был в предыдущее десятилетие. Акцентирую ваше внимание на трендовом оттенке, который у нас присутствовал в подборке VGSN, которая была в самом начале сегодняшнего занятия. И вот собственно на том же показе Maxi-Moray этот трендовый оттенок, он встречается в виде шубы из искусственного меха в сочетании с тон в тон трикотажем. Причем обратите внимание, несмотря на то, что вроде бы оттенки тон в тон, за счет того, что использованы разнящиеся текстуры, это не выглядит как слипшееся что-то целостное, это четко разделенный на слои Overs. Вот собственно это тот самый эффект крупного трикотажа, о котором я говорил несколько слайдов ранее.